В данный момент под чьим контролем Лачинский коридор? Статья 6 совместного заявления, о котором я упоминал, от 9 ноября 2020 года, она гласит о том, что Лачинский коридор шириной 5 километров, он как раз существует для вот этих целей гуманитарной поддержки гражданского населения, находящегося на этих землях. И там, в этом коридоре, должны действовать миротворческие силы российские. Ну, а сейчас стоит азербайджанский КПП и контролирует только азербайджанские военные. Это разве не изменение документа 9 ноября? Мягко говоря. Формально нет, потому что мандат российских миротворцев – это предотвращение военных столкновений, вооруженных столкновений масштабных. Имеется в виду между вооруженными какими-то отрядами. Вот продавливание какое-то силовое тех или иных блокпостов, которые там кто-то устанавливает, какие-то организации, ну, это в мандат миротворцев не входит. И прямо скажем, если даже представить себе какие-то там силовые действия, чего я лично не представляю, ни к чему хорошему это ведь не приведет, кроме как к эскалации насилия. Здесь нужно включать, конечно, не столько миротворцев, вооруженных российских миротворцев, сколько правозащитной организации, гуманитарной организации и апеллировать к международному общественному мнению. Но, кстати, я думаю, что... Они сейчас активно осуждают. ...власти, если какой-то будет призыв с армянской стороны срочно встретиться и что-то обсудить, ну, могли бы и откликнуться. Кроме известного совместного трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года, есть еще одно, один трехсторонний документ от 2021 года, от января. И вроде бы там эти вопросы урегулированы, и надо настаивать на их исполнении. Что касается действий тех или иных там добровольцев, волонтеров, каких-то гражданских организаций и всего остального, но это должны все-таки решать невооруженные миротворцы. И требовать этого от них было бы, в общем-то, выходом за пределы их мандата. Мне, в этом случае, мне вот как человеку, естественно, сочувствующему, любым там страдающим гражданам, мирным гражданам, мне, естественно, интересно, а вот какой-то призыв, например, от депутатов армянских к депутатам азербайджанским встретиться немедленно и это обсудить, какие-то контакты между неправительственными организациями двух стран, вот в этот момент происходят ли. Потому что односторонняя такая апелляция к вооруженным миротворцам, она вряд ли принесет успех и сможет помочь гражданам, которым действительно надо помочь.